В казанской мифологии существует несколько версий легенды о Зеланте. По самой популярной версии, чудовище наводило ужас на всех людей и разоряло земли. Наконец, нашелся храбрый богатырь Батыр, который вызвал змеи на поединок. Он убил змеиного царя, но и сам погиб в схватке. В память об этом изображение змея якобы появилось на ханском гербе. Сам зверь представляет из себя симбиозы из различных животных. Существо имеет голову дракона, туловище птицы, ноги курицы, хвост змеи, собачьи уши, красные крылья, острые зубы и темно-серые перья. В мифологии всегда фигурировали какие-то летающие рептилии, драконы. Когда видели вот этих животных на поверхности, то всегда считалось, что это знамение каких-то дурных событий, которые могут постичь этот регион. Почему? Ну вообще, эти животные обитают на очень большой глубине, в каких-то подземных пещерах с водоемами, с речками подземными. И, конечно, на суше их мало кто видит. Обычно это приурочено к каким-то серьезным проливным дождям, когда реки выходят из берегов, когда наблюдаются какие-то селевые потоки, оползни. Зеланд не зря носит образ преимущественной рептилии. Ведь территория Казани и республики на самом деле является домом для множества разнообразных видов змей и амфибий. Этому способствует расположение на берегах Волги и Казанки. Их можно встретить и в центральных водоемах города, но также и в своих частных владениях. Все они приносят пользу растениям и урожаю, уничтожая вредителей. Ну и жабы и лягушки — это представители огромного отряда бесхвостых амфибий. Вообще, надо сказать, что если мы попытаемся проанализировать, чем же отличаются жабы от лягушек, то если мы возьмем во внимание отечественные виды фауны, отечественных земноводных, там это сделать достаточно легко. А вот тропики, где разнообразие этих амфибий гораздо более обширно, уже достаточно сложно провести четкую границу между лягушками и жабами. Это два разных семейства, но они зачастую очень похожи друг на друга и внешне, и образом жизни. Но вот с нашими амфибиями гораздо все проще. Вот посмотрите, у нас здесь препараты наших достаточно обычных бесхвостых амфибий. Это озерная лягушка — одна из самых наших многочисленных видов лягушек. Если у вас возникает вопрос, как же такое маленькое животное, как жаба или лягушка, грубо говоря, стало прототипом величественного символа города. На деле и у лягушек, и у жаб есть ядовитые вещества, которые выделяют кожные железы. Только опасны они не для человека, а для насекомых. Они ловят гусениц, комаров и мух. Лягушка может совершать длинные прыжки вперед. Жабы находят пищу на поверхности почвы, где она собирает гусениц. И лягушки, и жабы полезны. Если они есть на участке, их нужно беречь. Дело в том, что у жаб достаточно плотная бугристая кожа, богатая большим количеством желез кожных. Но в принципе кожные железы характерны для всех амфибий. Изначально они появились для того, чтобы обеспечить кожу влагой, то есть слизь, которая смачивает кожу и позволяет амфибиям, кстати, дышать кожей. То есть у них наряду с легочным дыханием есть кожная. И вот дышать кожей можно только в том случае, когда она влажна. И вот слизистые железы, они изначально были как раз сформированы для увлажнения кожи. Для особых любителей амфибий и их разновидностей в Казани есть места, где можно найти большое скопление жаб и лягушек. Например, Лебяжье озеро наполнено пресноводными существами. А подробнее вы сможете узнать об этом в новом выпуске «Как так» на нашем телеканале.